Каждый новый день – это новое рождение во времени. Время определяется звездными событиями в пространстве существования в информационном поле всеобщего космоса. В этом поле, как в сокровищнице, находятся события уже известные и свершившиеся, так и потенциальные, которые пока не осуществлены и не нашли своего проявления в видимом физическом мире. А через что они проявляются? Через мысли, образы людей, которые увлечены своими желаниями и стремлениями к реализации своих потенциалов. Такие устремления объединяются в определенный век доминирования в коллективном сознании. И эти вибрации притягивают из космоса потоки энергии, с помощью которых можно принять, прочитать и осуществить на Земле те возможности, которые уже есть как данность в поле вселенского сознания. Все достижения человека соответствуют его устремлениям, а направление мыслей определяет результат. Поэтому, думая о небе, помните, что вы тоже небо, и, наблюдая звезды, знаете, что они внутри вас. Какова связь между жизнью и материей, между космосом и мозгом человека? Как осознать такие противоречия, как конечность времени и пространства с одной стороны и вечность и бесконечность с другой? Где во Вселенной берут начало в порядок, форма и смысл? Исходя из тех знаний, которые уже накоплены человечеством, матрицу физического пространства нашей Вселенной определяют 12 зодиакальных созвездий. Они связаны с периодом прецессии оси вращения Земли. Этот звездный круг определяется как звездный год. А звездный год состоит из 12 звездных месяцев. Их количество определяется 12 знаками зодиака. Продолжительность звездного месяца равна 2160 земным годам, а звездный день равен 72 земным годам. Эти глобальные межпространственные взаимозависимости пронизаны симметрично организованными ротационными процессами информационного взаимодействия смежных миров. По сути, эта гигантская параболическая конструкция, подобно вогнутым зеркалам, фокусирует на объект воздействия доминирующий фактор влияния. Каждый зодиакальный ретранслятор имеет свои приоритетные программы влияния. И все вместе они определяют совокупный результат развития любых форм физического бытия во всех мирах и состояниях. Способности человеческого разума воспринимать процессы и состояния, отвечающие определенным мировым дифференциям, как правило, дополнительны. Все основные представления, например, о числе элементов в периоде и о троичном принципе мировостроения, которыми структурирована реальность, являются ретрансляцией того опыта, который уже имеет Вселенная на своем уровне развития. Развитие эволюционирующих систем имеет на каждом мировом плане или структурном этаже некоторые особенности полноты реализации общей базовой матрицы. Базовая матрица реальности на каждом уровне развития предлагает как бы веер энергетических резонансов, то есть лепестковый принцип реальности, который соответствует объему потребностей развивающихся индивидах на их фазах развития. Исходя из этого, любые формы разума в том мире форм, которые они познавали, могли развиваться только в пределах того исходного смыслового пространства, которое определялось заданными резонансами. Гуатаму Будда говорил «Истин столько, сколько опавших листьев в осеннем лесу. Я вам даю лишь горсть». Известно, например, что природным закономерностям нашего планетарного мира отвечает девятиричная система счисления или девятиричная матрица. Следующий за ней ноль является переходом к следующему циклу – десятиричной системы солнечного цикла. Десятиричная матрица, в свою очередь, является частью более полной девенадцатиричной зодиакальной матрицы. Исходя из этих матриц определяются календарные суперпозиционные сдвиги природных событий, как поблочные сдвиги общих космических закономерностей. Все эти уровни развития различаются прежде всего масштабами представлений о всеобщем космосе, определяя на каждом уровне доминирующие реальность сознания разновысотных структурных элементов. Более сорока лет назад Неймэм сформировал идею, что эволюция космических тел идет с наращиванием массы и энергии в очень сильной степени за счет саморазвития системы. Это означает, что эволюция планеты-звезд идет не в соответствии со вторым законом термодинамики, а прямо противоположно в соответствии с процессом эволюционного совершенствования. Результатом этого совершенствования должен знать звездный человек, ну или, как говорили в древности, Адам Кадмон, воплотивший в себя все матричные блоки развития вплоть до 16-ти ричной космической матрицы через троичный принцип объединения всех тонких миров эфирного, астрального, ментального в единство макрокосмоса с микрокосмосом. В результате появляется свет божественного всеединства и новый бог мироздания. Количественные изменения переходят в качественные и вместе с этим меняется вся многосущностная ткань всеобщего универсума. Мир становится более совершенным и более светоносным. Ну, вот такой ответ. То есть, каждый человек потенциально может стать Богом. Субтитры создавал DimaTorzok